Воин металла, 100 рублей, спасибо. На запись, как думаешь, человек не хочет поджигать Димону пердак? Человек не хочет поджигать Димону пердак? То есть, видимо, про это вопрос. Ну да, Смольский такой, очевидно, типа... Как это называется? Очень вежливый вообще, то есть... Ну, по его всем стримам, по его каким-то... Ну, там, в интервью он очень-очень предельно вежлив и, мне кажется, излишним. А парень на гитариста? Прекрасный гитарист, прекрасно играет. Виртуозом. Ну, понятно, не разбирается, наверное. Он ребенком виртуозом еще был. Конечно, молодец, хорошо играет. Ну, собственно, да, я аж чуть не поперхнулся от этих слов. Тем не менее, и так далее. Ну, конечно... Блядь. Ну, человек не знает. Человек, к сожалению, в силу... В силу тех или иных обстоятельств не знает, что а парень не рукопожатная крыса, и не стоит его хвалить, как бы он ни играл, и не стоит с ним иметь никаких дел. К сожалению, институт репутации в России отсутствует, как я уже говорил много раз. То есть, я приводил пример с, ну, допустим, там, западной какой-нибудь страной и, условно, Россией. Я его еще раз расскажу с удовольствием. Если, например, какой-нибудь бывший маньяк, не знаю, педофил, какой-нибудь там борец против негров или борец с геями, откроет свою кафешку, допустим, где-то в гееропейской какой-нибудь стране или в Америке, в эту кафешку, даже если там будут самые вкусные в мире, там, кофе, сэндвичи, бургеры, пицца, пиво, не знаю, и так далее, то есть, если это будет лучшее в мире заведение, туда не придут, туда, блядь, его закидают помидорами, яйцами, разобьют, разворуют, в первый же день сожгут, линчуют, и, то есть, настолько дебильная там вот такая история. Social Justice Warrior и так далее. Спасибо, да, обязательно посмотрим. И более того, это произойдет даже не в таком случае, а если даже ты был замечен в том, что тебя подозревали сто лет назад, в том, что ты что-то такое, что ты глянул на попку своей какой-нибудь подчиненной в ненужный момент, или у тебя была какая-то пародия на Blackface когда-то сто миллионов лет назад, то есть тебя просто заебут до смерти. У них гипертрофированный институт репутации, доведенный до абсурда, и, думаю, Димон, ну, надеюсь, что Димон в этом хотя бы согласится со мной, что действительно в Америке плюс-минус так, и действительно это бред. В России институт репутации отсутствует от слова вообще. Если, например, какой-нибудь человек совершит что-то крайне постыдное, порицаемое обществом, и, ну, не знаю, Чикатило, например, если бы был жив и открыл бы свою, вот прям назвал бы кафешку в центре Москвы, типа, там, хот-доги у маньяка, например, да, мне кажется, выстроилась бы очередь из людей, которые, о, прикол, типа, то есть вообще нет такого понятия, вообще всем поебать, то есть поймали какого-то там чиновника, депутата с чем-то, вообще всем похуй. И, к сожалению, с Апарином та же самая история, то есть нет у людей такого понятия, как репутация, оно у них отсутствует, то есть не волнует, типа, насколько он просто абсолютно зашкварный, вонючий персонаж, так же с Ряшенкой, так же со всеми этими. Ну, собственно, остается надеяться, что и со мной такая история тоже в свое время сыграет мне на пользу. Тут мне больше сказать нечего.